Всем привет, это товарищ Собиратов, и сегодня я построю своего гироробота. Мне нравятся названия, вот только из-за этого я сказал сразу, давайте, когда мне написали из магазина робот и я, и сказали, у тебя будет свой гироробот. Ну, недолго, потому что я решил подарить после того, как я соберу, кого-нибудь из вас. Я подумал, что я так этого не делал давно, не дарил никаких гиророботов никому. И вот, смотрите выпуск до конца, участвуйте в конкурсе на этого гиророборта, гироророборта, гиророберта, назовем его гиророберт, на этого гироробота, сможете его получить себе, для этого, ну, там, условия в описании, а также я сюда, поскольку это будет прям вот этот гироробот, которого я соберу, потом разберу и положу еще кое-какую в коробочку сюрприз от себя лично. Я уже столько роботов показывал от робота и я, и это был робот-ящерица, который ведется как ящерица, и робот-боксер, и конструкторы роботов, чего только не было, в общем, много-много всего. Но такой впервые гироробот, то есть робот, который, по идее, мы сами соберем, и он будет балансировать не вот готовый уже, а конструктор. Коробка с наклеечкой я из магазина Робот и я. Привет, ребята, спасибо вам очередной раз. Я у них даже иногда навешу на главной странице моей ролики, висят на их сайте, это очень приятно, спасибо большое. И олимпиады всегда крутые, про роботов, которые меня приглашают, я снимаю видео, будет наверняка в описании тоже инфа. Robotics Gigo Robotics, это, видимо, компания, которая делает этого робота. У него есть какое-то колесо стабилизации, 7 экспериментов здесь различных, 102 деталей, из которых нужно будет собрать. И мы видим, что здесь, помимо самого робота, это еще и обучающий, образовательный набор. Не просто собрали робота, типа, эх, и кинули его куда-то, нет, тут можно еще собирать всякое. Распаковать, где мой распаковочный аксессуар. Здесь зубками не получится вскрыть эту коробочку. Но нет, я уже, я уже, я уже много лет распаковываю игрушки, у меня опыт в распаковке. Я уже распакую без помощи рук, мне кажется. Не знаю, это сейчас звучало как что-то крутое или не очень. Поставим сюда коробочку. Инструкция здесь в комплекте. Еще одна инструкция. А, перевод на русский язык. Круто, молодцы. Сделали сами. Хорошо, очень здорово. Делали для России точно. О, детали. Ух, классные, кстати, детали. Очень прикольные. Похоже на леговские. Похоже на лего техник. Вот это самая главная деталь. Это колесо. Гиро, колесо. Разберемся, как оно работает. Элементы корпуса. Винтики. Видимо, отвертка понадобится. Какой-то крепеж. Да, детали очень похожи на лего техники. Не уверен, что они совместимы. Поскольку там, ну, есть некоторые вопросы, да, там у лего техника. Но у меня под рукой, к сожалению, нету. Наверное, не будет лего техника сейчас. Так что проверить не смогу. Вот здесь детали. Элемент этот главный. Деталей здесь не очень много, но достаточно, чтобы собрать роботы и эксперименты. Ну и сам набор по себе недорогой. Еще вот тут есть наклейки. Здесь цветная инструкция ламинированная. А здесь та же самая инструкция. Переведенная, но черно-белая. То есть, то же самое, но все переведено на русский язык. Конечно, самая вот топовая штука. Это вот это. Это как бы уникальнейшая деталь. Потому что все. Ну и еще вот, конечно, вот этот блок. Вот этот колесный блок. Потому что такой, ну, его там не собрать просто так. Так же, как и не собрать и не сделать. Вот эту вещь, она должна быть готова. Эта деталь должна быть прямо, ну, сразу уже в комплекте, естественно. Ох, здесь много уникальных деталей, которые есть только в таких подобных наборах. Ну, в этом и в подобных ему. И это, да, не лего-вские, но все равно крутые детали. Я, знаете, давно лего не беру на обзор. Потому что мне скучновато за пять лет стало. Это одна из причин. Это еще одна причина, потому что ссылка на этот набор в описании. И мне его прислали мои хорошие друзья. Проверенный магазин, которым я очень часто и сам покупаю подарки, и себе что-нибудь. И в том числе на обзор присылают. Для канала очень много сделали. Поэтому подставьте лайк и перейдите по ссылке в описании. Посмотрите, там много всего крутого. Но главное, из-за чего я не беру лего, потому что мне поднаскучило. А такие наборы, они всегда что-то интересное, разное, новое. Вызывают какие-то новые эмоции. Много обзорщиков лего. У меня канал про игрушки в целом. Поэтому я беру разные игрушки на обзор. В том числе и необычные конструкторы. Инструкция. Ну, для тех, кто знает английский, можно начинать и вот с этой. Для тех, кто не знает, есть точно такая же вот эта инструкция вторая. Тут информация различная про вот этот гиро-элемент. Эксперимент, ну, познавательный, где используется что и как про данный конструктор, а также просто познавательные какие-то исторические факты интересные. Ну и, собственно, тут прямо они предлагают начать с этого гиро-робота. Чтобы вам было понятно, я открыл. Вот здесь, пожалуйста, на русском можно посмотреть. На паузу можете и пробежаться, если вам будет видно. Но здесь описывается эксперимент. Почему и зачем мы собираем этого робота? Что будет, когда мы его соберем? И как это происходит вообще? Не просто собери игра. Нет, тут полезная информация, к тому же. Начинаю собирать. А, да, ускоренная сборка. О, и да, я такой, знаете, собрал сейчас, думаю, о, будут собирать набор. А оказывается, он очень быстро собирается, как и все, в принципе, здесь эксперименты. Основная фишка, это именно в этом гиро-элементе. Он работает на трехпальчиковых батарейках, и он невероятно залипательный. Я не знаю, как сказать по-другому. Я залип, я реально сидел и просто крутил его в руках, когда он работал. Это необычное ощущение в руках. И даже когда я его выключил, руки потом ощущали вот этот эффект, ну, странное. Вот такое необычное ощущение, как будто что-то вот не так. Ты так удержишь, он пытается балансировать, ты пытаешься его крутить. Ну, в общем, сейчас расскажу. Давайте посмотрим в начале на робота. Вот робот из клевых деталей, так вот сделаны такие ручки, голова. Это было бы круто, если бы, например, серию Bionicle сделали с гиро-элементами. Вот это была бы бомба вообще, да? Вот тут еще куча деталей, которые для других экспериментов, которые вы можете делать сами, придумать что-то, и в других они будут использоваться. К слову, а, ну, об этом чуть попозже расскажу. Итак, значит, вот робот, да? Корпус у него гиро-элемент. Руки, ну, к слову, подвижны. Открываются даже вот эти вот части, можно даже что-то ему дать в руки. Включаем. И сейчас вы услышите звук. Раскручивается маховик. Маховик раскручивается. И вы увидите, что этот робот немножко у меня начал в руках шататься. И вот сейчас робот должен, по идее, балансировать. Ну что ж, проверим. И да, он стоит, но едет назад немножко. Я переставил сейчас колесо обратно. Оказывается, он мне назад ехал, потому что деталь немножко неправильно поставил. Либо в инструкцию не посмотрел, либо забыли там написать. Вот теперь он едет прямо. Эксперимент сейчас будет. Так, робот вот уехал. Давайте попробуем провести. Вы видите это? О, стой, 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 приятель. А-а-а, назад, 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 назад. Оп. Ха-ха. Оп, не повторять. Вы видите, что происходит? Смотрите. На одном колесе. Встал на два. Вот это да! Вот это да! Вот это приятель! Так, я пока его не убил совсем, надо под другие эксперименты проверить. Выключаю, и видите, он еще работает. Еще у него есть специальная подставка, которая собирается также, и на нее можно поставить робота. У него получается подвешенное колесо, и он никуда не едет. Ну вот так, буквально из четырех элементов она состоит, и просто функциональную такую нагрузку имеет. Он просто на ней висит, как бы, его такое кресло практически, в котором он может находиться. Либо пока маховик раскручивается, ему нужно 15 секунд примерно, чтобы раскрутиться. Либо пока вот он останавливается, потому что я его выключил, и он вот еще, наверное, минуту где-то останавливается. Все еще никак не остановится. Прям видно, как он крутится. Я, знаете, решил, думаю, не буду собирать, не буду снимать вот эту сборку следующей модели. Сразу покажу, готовый, и пожалел, потому что она совсем другая и интересная. И согласитесь, это уже совсем другая модель относительно робота, да? Это по-другому выглядит, это уже не такая, как игрушка просто, роботик на колесиках. Там есть еще другой, типа, Сигвей, но там тоже пример, как бы, ну, вот этих вот гироскутеров, гироколес, чтобы понять принцип, их там объясняется. Это, кстати, хорошо, тема ведь модная. А здесь другая история, здесь то, что используется в самолетах, чтобы оставаться в горизонтальной плоскости, используется вот такой прибор, и он двигается, вот видите, в разных направлениях, в разных плоскостях. У нас есть вот эти вот наклейки, не наклейки, а эти элементы, которые, накладки мы используем. Нам нужно будет выдерживать линию горизонта, собственно, как на самолете. И теперь мы можем поворачивать и, смотрите, менять плоскость. Но при этом, чтобы не уйти в крен, нам нужно сопоставлять вот это с линией горизонта здесь. Круто, да? Совсем же другая вещь. Ну, мне сложно немножко так, потому что это нужно с ним, ну, желательно играть, ходить, смотреть, как это работает. Но вот так, вот вы видите, что. И вот у нас этот гироскоп. Ой, тадак, тихо, спокойно. Это вот сейчас я в крутой пике уйду. Вспомнил про крутой пике. Кто помнит деревню дураков? Как на симуляторе каком-то для самолета, знаете, на компе только с реальной вещью, не штуковиной, виртуальной. Круто. Я не очень понял, что я такое сейчас собрал. Но, по идее, это игра. Вот, то есть, это у нас маховик, балансир. Включаем. И, ааа, ему так сложнее, сложнее балансировать. Я понял, я понял. Сейчас попробую показать. Итак. Ага. Это они предлагают такую игру. Взять какую-нибудь, например, построить какую-то фигуру и добавлять к ней детали. Допустим, добавить, допустим, добавить две детали. Ааа, о, о, я что-то все сломал сейчас. Так, что это я вообще наделал тут такое? В общем, задача здесь удержать либо на пальце, либо на ладони конструкцию, которую вы соберете. Ну, я тут все напортил. Ну, вы поняли концепцию, да, идею, я надеюсь. И последний, еще один экспериментик, пожалуйста. Это симулятор полета. Тоже объясняется в инструкции, что, зачем и почему. Цветное это все в картиночках. Здесь вот все по-русски. И что мы сможем здесь увидеть и так далее. Это более примитивная модификация симулятора полета для пилотов, который позволяет симулировать передвижение самолета по взлетной полосе. А также еще кое-что. Сейчас я вам покажу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. О, вы видели, что произошло. Так-так-так-так, так-так, тихо, приятель. Значит, у нас не соблюден баланс, раз его так мотает, да? Так, а сейчас? Сейчас уже лучше. Мотает меньше. К самолету мне еще придется потренироваться. Его здесь надо выстроить довольно точно, иначе, видите, мотает гироскоп. Но в этом что-то есть даже, как будто эффект такой. А сейчас я вам показываю кое-что еще. О, смотрите. А? Там немного по-другому эксперимент выглядит, но я его вот таким образом осуществил. Гироскоп – это очень крутая тема. Его довольно сложно крутить в руках, потому что он пытается противодействовать мне повороту его. Но вот это безумно интересная вещь. Похож еще на реактор Тони Старка. Ну, по сути, да, у вас такой мини-реактор Тони Старка. Но вот просто держать его в руках, просто держать в его руках – это что-то удивительное ощущение. Я говорю, даже в руках потом обычный предмет держишь, и ты думаешь, что он сейчас будет балансировать вот так вот. Так, между прочим, я должен быть с ним аккуратнее. Выключу его. Аккуратненько сложу в коробочку, и коробочку сложу аккуратненько. И только перед этим еще один прыжочек, ну пожалуйста. Опа! Все, все нормально с ним будет. Все, сейчас он установится, я его выключу, даже батарейки с ним оставлю. Но мой сюрпризик даже, если что, компенсирует все равно все тесты сейчас, которые здесь были. Так что все отлично. Для того, чтобы получить этот удивительный набор, действительно, да, вот от меня, с моим, своим подарочком, просто ставим этому видео лайк, просто должны подписаны быть на канал, перейдите по ссылке в описании в магазин Роботы Я, скажите мне, что у меня был завален горизонт у камеры всю эту дорогу. Нет, это не надо. Итак, еще раз, лайк этому видео, подписанным на канал, перейти по ссылочке в описании в магазин Роботы Я, посмотреть, что там, это обязательно условие, да-да-да. И оставить любой комментарий к этому видео со ссылкой на свою страницу ВКонтакте, либо какую-нибудь другую социальную сеть, как с вами можно будет связаться в случае выигрыша. И давайте через недельку, вот прям через недельку от выхода этого ролика, какого числа он выходит, чтобы не перепутали мы даты, посмотрите, там в описании написано, когда и где вы узнаете результаты. Вот, таким образом давайте сделаем. Договорились? Все, подписка на канал, лайк этому видео, комментарий со ссылкой на вашу социальную сеть. И обязательно имейте хорошее настроение, это обязательное условие, даже если вы не выиграете, вот, это прям в любом случае надо. Но я уверен, удача улыбнется именно тебе, вот тебе, да, я уверен. Попробуй, попытай счастье. А кому просто интересны наборы, другие наборы, интересные роботы, интересные конструкторы, то добро пожаловать в Робот и Я магазин, ссылка в описании. Пока-пока, ждите новых обзоров на разные клевые, интересные, необычные игрушки. С вами был товарищ Сафронов, удачи! Спонсор данного видео магазин Роботы Я. Это много различных классных роботов и конструкторов. Там сейчас идет акция, робо-открытка в подарок, а также идет набор юных инженеров в клуб робототехники. А тут еще можно и олимпиаду, это мой видосик, кстати, мой видосик. Переходите по ссылке в описании. Переходите по ссылке в описании.